Мы знаем, вы слушаете. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Доброе утро. Мы продолжаем Утро на Болткоме. Александр Шунин, Абик Элкин в эфире. И, как было обещано, с нами гость. Гостья Зайга Пуц, директор секретариата Фонда интеграции общества. А мы хотим поговорить о двух проектах Фонда. Это «Дружественная семья. Место работы» и карты «Латвийская почетная семья». И я бы предложил начать с тех самых карт. Доброе утро, Зайга. Доброе утро. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что это за карты? Что за почетные семьи? Какие преференции дают эти карты? Да, спасибо вам за вопрос. Карта «Почетная семья» или, может, кто-то знает ее как «3+.» карта. Это государственная программа для семей, у которых есть 3 или больше детей до 18 лет. И если ребенок еще, ну, после 18, уже взрослый, если он еще учится, да, это 24 года. И с этого года, в 1 мае, и семьи, которые воспитают дитя инвалида, 1 или 2 группы, тоже могут получить эту карту. Это, наверное, то, почему мы поменили название «Старий плюс» нам, почетная семья. И эта карта, она уже выдана, ну, больше 100 тысяч человек, почти половина взрослый, и ее можно использовать на многие скидки. Я бы сказала, что самые чаще использованные скидки – это книгные магазины, когда надо покупать все приборы для школы. Перед учебным. Потом налог на эксплуатацию автомобиля, там тоже очень хорошая скидка. И пригородный общественный транспорт, там больше 50% скидка, для детей даже 90%, так что эти самые чаще использованные скидки. Но это не все. У нас в этом году еще присоединился магазин «Римми», и будет еще «Элви», и мы работаем, чтобы многие государственные предприятия тоже работали с нами. Так что будут еще скидки для семей. Ну, по большому счету, если я правильно понимаю, такая социальная, в общем-то, программа, призванная помочь и поддержать семьи, действительно многодетные, и с какими-то вот заграничными возможностями тоже молодых людей. Да. Это очень трудно сказать, потому что, как я уже говорила, с этому году у нас и те семьи, у которых 9 инвалидов, это около 300 тысяч. И еще многодетные семьи, это такие даты, которые все время меняются, потому что те семьи, у которых на сеечный день 2 дитя, может, уже завтра будет 3. Так что я бы сказала... И в Риге недавно как раз тройняшки родились, пользующим, поздравляем семью. Да. Так что мы смотрим так, что если есть многодетная семья, то наша цель дать им эту карту, чтобы они смогли использовать эти скидки, чтобы сделать как-то легче для своего семейного бюджета. А что касается участия предпринимателей в программе, вот обещанный вопрос, который я хотел задать. Если у кого-то появляется желание, ну, я не знаю, из каких-то тоже социальных побуждений поддержать хорошим делом, куда обращаться, в ком вы заинтересованы, какого рода бизнес, это там продовольственные какие-то магазины, это аптеки, это, возможно, какие-то услуги, мастерские и так далее. У нас есть сайт в интернете, который называется гододимена.лв, и там можно прочитать не только о том, как эту карту взять, потому что я бы сказала, что эту карту, она предназначена для всех семей, у которых есть три или больше детей. Это не только для семей, которые какие-то социальные проблемы или как-то по-другому. И да, в этом году именно лв можно прочитать, как добыть эту карту. Вообще-то это легко, нужно написать имейл, и мы уже тогда будем работать с этой семьей. И скидки тоже там видно. И еще у нас есть аппликация, называется также гододимена, и там тоже все скидки видны. И еще у нас есть такие наклейки на дверей тех магазинов. Или у нас тоже есть очень много компаний, которые предлагают свои услуги, и там тоже видно, что эту карту можно использовать. Да, действительно, я параллельно нашей беседе зашел на сайт Года Гимена ЛВ, как раз в раздел для предпринимателей. Там шаг за шагом описано, как можно поучаствовать в программе. Ну и, конечно же, для семей, тем, кому полагаются все эти скидки, которые реализуют карта почетной семьи, или как она раньше называлась, 3+, Гимена Карта, тоже все достаточно подробно изложено, и все-все-все-все акции, и каталог скидок. А давайте, может быть, перейдем ко второй теме. Я напоминаю, мы беседуем с директором секретариата фонда интеграции общества Зайгой Пуце. Новый проект «Дружественное семье место работы». Это что такое? Это у нас, я бы сказала, у нас в фонде интеграции новая программа, где мы работаем с мероприятиями, работодателями, которые оценивают семьи и которые думают, как мотивировать своих работников и сотрудников. И здесь главные критерии в получении статуса. Самое главное – это ориентация работодателя на эффективное совмещение работы с семейной жизнью. Если работодатель думает про то, как мотивировать свои работники, у которых есть семьи, ну, не знаю, например, оплачивает дополнительные отпускные дни, или у них есть какие-то мероприятия для семей, детей, ну, очень даже широкий спектр всяких активитетов, тогда работодатель может получить такой статус. И с этим статусом он еще получает консультации экспертов, которые как-то посмотрят, как мероприятие работает, все ли они использовали, или если нет, тогда скажут, как это сделать, и проконсультирует компанию в этом вопросе. А кроме получения статуса, ну, и даже и сам факт получения статуса, вот это дружественное для семьи место работы, в чем интерес для предпринимателей? Ну, какие-то, не знаю, скидки по налогам или другие преференции, или государственная гарантия при получении гранта или кредита? Ну, впервые я бы сказала, что мы все знаем, что сотрудников становится меньше и меньше, и это один дополнительный мотив, мотивации, как получить новых хороших работников, и как их, не знаю, как это по-русски, ну, отвержает. Ну, удержать. Удержать, да. Да, это самый главный мотив. Но еще в этой программе будет конкурс, где самый дружелюбный работодатель семей могут и получить определенную сумму для новых активитетов в рабочей среде. А что это за суммы, о каких суммах может идти речь, и откуда они берутся? Ну, из бюджета, я так понимаю, фонда интеграции, то есть там определенные программы, да? Да, это из бюджета фонда интеграции. Мы еще не определили сумму, но мы, думаю, около 10-15 тысяч одному предприятию. И на что эти деньги, на ваш взгляд, должны быть потрачены? Ну, это главное, чтобы они были потрачены на активитеты, которые сделают мероприятие более дружелюбным в семье. И, наверное, это будет потом, когда консультанты уже оценили, что в этом мероприятии есть и что еще можно было бы дополнить. И тогда уже с этого плана там можно видеть, на чего эти деньги лучше потратить. Ну, это деньги, они безвозмездны, это как грант, просто их выдают. Ну, понятно, за них нужно будет... Это как грант. Это грант. Прекрасно, что не придется эти суммы возвращать. А сколько таких грантов планируется? И когда, в общем-то, будет запущена сама программа, когда можно будет уже заявляться со своими предприятиями и бороться за этот статус и деньги? Статус можно получить уже на сегодняшний день. Но про деньги и все-таки мы еще... Ну, мы как-то в третьем июне программу впустили в эфир, да? Как правило сказать. Так что мы еще работаем над этим. Но я думаю, до сентября, октября уже все будет ясно. И если уже есть какие-то предприятели, которые бы хотели, еще интересовались уже том, что они могут еще получить, то я тоже назову сайт. Это vetodimony.lv. Там тоже все описано про эти программы, про то, что и как можно еще использовать, узнать, и так дальше, какие у нас новые активисты. Ну и как удачно провела параллель Зайга Пуца, директор секретариата фонда интеграции общества, с которым мы сейчас общаемся. Программа была запущена в эфир. Сейчас в эфире радио «Болтком» мы об этом говорим, а чуть позже на нашем сайте о новостном микс-ньюс.лв в текстовой версии содержание беседы будет изложено. И, конечно же, со ссылками. Те, кто заинтересован или из любопытства хотя бы, может посетить эту интернет-страницу и узнать подробности программы. Зайга, у нас есть еще пара минут буквально. В принципе, как вы оцениваете на данный момент ситуацию с латвийскими предприятиями, в латвийских предприятиях как раз-таки вот, насколько они дружественны различным семейным вопросам. Ну, все мы живые люди, у многих, у большинства есть дети, которые то болеют, то какие-то другие проблемы. А насколько предприниматели ведут себя жестко и требуют, знаете, о том, что называется, нет, вот там костьми ляг, но план сдай. Или идут навстречу и готовы дать дополнительный выходной и отпустить в случае какой-то необходимости? Я бы сказала, что в этом, знаете, есть туча и золотая маленькая, как это, малыня. Край такой, да. Да, и я бы сказала, это золотая краешка этой тучи, COVID-19, то, что работодатели стали больше понимать, что для тех сотрудников, у которых есть семья, у них нужно, чтобы работодатель их поддержал, потому что, ну, как-то на 100% квалитативно использовать время для работы, для семьи, еще если дети учатся, это очень трудно. И вот сейчас, наверное, многие работодатели тоже поняли, что флексиблая работа и флексильные часы на рабочий день. Отталена, 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 отталена. На лодеринке, да. На лодеринке, да. Да, что это все возможно не только в теории, но и в практике. И уже больше думает. И если мы, ну, никакой, как бы сказать, ну, ослабимся. Не секрет, да. Не секрет, да. Не секрет, что в Латвии впервые начали думать про такие вопросы предприятий, которые из других стран Европейского союза. Но в Латвии уже мы более 10 лет видим, что у них это хорошо работает. И так что латвийские предприятия и государственные предприятия тоже понимают, что это очень хороший, хороший активитет. И начинают его больше видеть как такой, который у них нужен. И даже такой, как, ну, самая примитивная мотивация для работников, не как экстра. Ну, то есть, действительно, благодаря ковиду стали более дружественные и гибкие друг к другу. Это прекрасно, подобные выводы они не могут не радовать. Огромное спасибо, Зайга, что были сегодня с нами и рассказали об этих двух программах. Итак, Зайга Пуца, директора секретариата фонда интеграции общества, была последние 20 минут с нами. Мы беседовали о двух программах. Это, во-первых, «Латвийская почетная семья», такая скидочная карта, которой уже пользуются более 100 тысяч латвийских семей. И имеет смысл зайти на сайт «Года Гимена ЛВ» и посмотреть, отвечаете ли вы требованиям этой социальной программы ваша семья, и почему бы не воспользоваться. И вторая программа, вот эта вот «Дружественная семья», место работы. И речь идет о том, что во время пандемии мы стали более человечно относиться друг к другу и понимать, что работой все дело не ограничивается, а мы семейные люди, и различные случаются какие-то накладки, и тоже важно идти друг к другу навстречу и приходить на помощь. И тем более, если предприниматели могут за подобное человечное отношение еще получить грант в размере 10-15 тысяч евро. Тоже все подробности чуть позже. На сайте, на нашем новостном портале «Микс Ньюс ЛВ». Сейчас же у нас будет недолго, непродолжительная пауза в эфире. А потом важная информация, да. Безусловно, важная информация о нашей гости станет Екатерина Сафронова, главный редактор русского вещания ЛТВ-7, ну, по крайней мере, на данный момент. И мы будем говорить о реорганизации работы того самого русского вещания, которому предстоит с осени уйти из телевизора в интернет. Вот так. Утро на Болтком.